МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала новости Курганру в студии Елена Шевкунова. Обследование на туберкулез в Заурале смертность от заболевания снизилось, данные статистики, за 4 месяца 2017 года. Чистая вода в текущем году, проблема водоснабжения будет решена в семи населенных пунктах Курганской области. Подрастающее поколение, детские и молодежные объединения должны обезопасить неукрепшие умы от негативного влияния улицы. Казахи, армяне, башкиры, татары, азербайджанцы, украинцы, белорусы, русские и казаки. Все эти народы объединил в Заурале в одном месте фестиваль национальных культур и спорта в семье единой. О том, как он прошел в нашем сюжете. Куртамыш стал эпицентром дружбы народов за Уралье. Именно там прошел областной фестиваль национальных культур и спорта в семье единой. Он был посвящен празднованию Дня России. Специально для участников и гостей праздника организаторы открыли на центральном стадионе города две новые улицы. Это улица сельсоветов Куртамышского района и улица дружбы народов за Уралье. На последней представители различных национальностей показали свой быт, традиционную кухню, одежду, дома и даже танцы. Всего было представлено 9 подворий. Особым гостем на фестивале стал губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Главу за Уралье встречали хлебом с солью, угощали пряниками и пели песни. И все эти времена, сколько существует Курганская область, никогда межнациональных конфликтов не было. Я убежден, что на самом деле это зауральский характер, это зауральское такое дружелюбие, понимание, добрососедские отношения. Мы дружим и с нашими соседями из Казахстана. Сегодня делегация такая представительная приехала к нам в Курганскую область. Это подтверждает наши добрососедские отношения. И убежден, что наши люди, те, которые проживают на территории нашей замечательной Курганской области, сделают все, чтобы никогда межнациональных конфликтов на территории Курганской области не было. Отметим, что всего на территории Заурали проживают свыше 100 национальностей. Казаки, украинцы, татары, белорусы, армяне и многие другие. Земля России является родной для всех национальностей. Нам нечего делить. Мы все находимся на одной земле. И мы можем жить только в дружбе. Мы уже не первый год участвуем в подобных мероприятиях. Столько людей приходят пофотографироваться, посмотреть, попробовать блюда. Ребятишки с большим удовольствием участвуют во всех мероприятиях. Они продолжают с нами и поют песни, и изучают обряды. Мы не только ездим на праздники, но и в нашем Доме культуры проводим обрядовые, различные мероприятия. Недавно Троицу проводили, и венки заплетали, и плетни заплетали, и игры новые народные изучали, и разучивали с детьми, и песни пели. На торжественной части праздника глава региона вручил паспорта семьи юным жителям Куртомышского района, а также благодарственные письма и грамоты за уральцем, которые внесли весомый вклад в развитие области. Ценные подарки получили многодетные семьи. Одной из главных тем фестиваля был национальный спорт. В частности, особое внимание уделили тюркской борьбе к РЭШ. Проверить свои силы в схватке с поясом мог любой желающий. В рамках вот этого замечательного культурно-спортивного массового такого праздника, вот видите, за моей спиной много зрителей, много участников данных соревнований, поэтому пользуются спросом. А то, что пользуются спросом, надо всегда поднимать, развивать, и всеми возможными способами продвигать в будущее. Также в программе были соревнования по шахматам, шашкам, гиревому спорту и армрестлингу. В них приняли участие не только мужчины, но и юные зауральские спортсменки. Я участвовала в гиревом спорте по борьбе, и сейчас буду участвовать по армроспорту. Ну, по спортивному мне тоже тут все очень понравилось, но только народу очень мало, я бы хотела, чтобы даже девушки больше участвовали в таких соревнованиях. Областной фестиваль культуры и спорта проходит в Курганской области уже в десятый раз, и каждый раз зауральцы доказывают, что они хотят и могут жить в мире и согласии с представителями других народов и национальностей. Василий Сысуев, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. 11 июня в Заозерном прошло праздничное мероприятие, посвященное государственному празднику День России. Что приготовили организаторы жителям спального района, наблюдал наш корреспондент. Заозерный отметил День России большим творческим фестивалем. Его организовали сами жители микрорайона, воспитанники школ и детских садов, общественники. Помимо развлекательной программы на сцене проводились игры, мастер-классы, детские квесты, конкурсы. Я живу здесь, и мне очень нравится, когда устраивают такие праздники для детей. Я прихожу с маленькой племяшкой, и тут очень интересные конкурсы, призы и разные развлечения. Я приехала в гости к своей крестной маме. Решили сходить на акции Рооны. Я танцевала и пела. Дали за это, так как там, призы. Мне очень понравилось, я приду еще. Сегодня на нашем празднике больше 500 человек. Это жители Заозерного, которым интересно так ярко и весело проводить выходные дни. У нас выступают и участники фестиваля детского творчества, аниматоры, игры, много подарков от наших партнеров. Всем детям в конце праздника раздали воздушные шары и сладости, а самые активные получили призы и подарки. Жанна Карманова, Екатерина Юшина, Дмитрий Тихонов, Александр Минков. Информационное агентство Курган. В Заурале продолжают бороться с цифровым неравенством. В Курганской области утвердили соглашение между Минкомсвязи Российской Федерации, правительством региона и ПАУ Ростелеком. Это соглашение заключается с целью организации и взаимодействия в решении вопросов и реализации инвестиционных проектов, в том числе проекта по устранению цифрового неравенства на территории Зауралья. О том, чего уже удалось добиться в рамках этого проекта, рассказал на аппаратном совещании в правительстве области заместитель губернатора, директор регионального департамента промышленности Александр Константинов. В рамках реализации проекта устранения цифрового неравенства уже построено более тысячи километров волоконно-оптических линий связи, установлено 122 точки доступа в Wi-Fi, увеличена скорость доступа в сети интернет более чем в 50 населенных пунктах. Смертность от туберкулеза снизилась. В Заурале подвели итоги за 4 месяца 2017 года. О плановых проверках по этому заболеванию расскажем в сюжете. По итогам первых четырех месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в регионе снизилась смертность от туберкулеза. Тем не менее, в городе Шадринске, Шадринском и Половинском районах ситуация хуже, чем в Среднем по области. Такие данные озвучены на заседании штаба по борьбе с туберкулезом на территории Курганской области. Его провел заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов в пятницу, 9 июня. За 4 месяца 2017 года с целью выявления туберкулеза в Заурале осмотрено 207,5 тысяч человек, или 24% от плана. Это на 8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сохранено на 10 жизней больных туберкулезом больше, чем в 2016 году. На тему борьбы с туберкулезом в Курганской области проходят лекции для населения, школы для молодых матерей, конференции для медицинских работников, конкурсы детского рисунка. Работают передвижные флюорографы. Каждый человек, начиная с 15-летнего возраста, должен проходить раз в год флюорографию. Это в целях, конечно, в интересах здоровья его. И чем раньше выявится заболевание, например, туберкулез, онкозаболевание, тем эффективнее будет лечение и быстрее будет получен результат. Заместители глав муниципальных образований и главные врачи медицинских организаций были заслушаны на заседании штаба. Они проинформировали о мерах, направленных на снижение смертности от туберкулеза. Особое внимание для улучшения ситуации уделяется профилактической работе с населением. Жители отдаленных населенных пунктов района отмечают удобство использования передвижного флюорографа. В Зурале сейчас эксплуатируются три таких аппарата. По заявкам главных врачей центральных районных больниц, они выезжают в муниципальные образования. В ближайшее время будет составлен график обследования населения на туберкулез по всем муниципальным образованиям передвижными флюорографическими установками. Особое внимание будет уделено проблемным территориям. Город Шадринск, Шадринский и Половинский районы будут заслушаны по итогам проделанной работы в третьем квартале. Светлана Епифанова, Александр Карпов, информационное агентство «Круганру». Правительство региона распределило субсидии из областного местным бюджетом на создание безбарьерной среды в рамках программы «Доступная среда для инвалидов» в 2017 году. Для адаптации социальных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья из федерального бюджета Курганской области выделено порядка 4,5 млн. рублей. Эта субсидия распределена между 16 муниципальными образованиями региона. Средства направят на адаптацию учреждений культуры, искусства, кинематографии, спортивных объектов, а также на создание безбарьерной среды для детей-инвалидов в организациях дополнительного образования. Кроме того, за органами опеки и попечительства муниципального уровня закрепятся обязанности по выдаче разрешений на осуществление ухода за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами, инвалидами первой группы с детства, а также за престарелыми, нуждающимися в специализированных лечебных учреждениях или требующим постоянного ухода. Курганская область 136,4 миллионов рублей. В общей сложности в экономику инвестировано около 30 миллиардов рублей и заплатили налогов в консолидированный областной бюджет около 2,2 миллиардов рублей. Кроме того, в многофункциональных центрах Курганской области открылись специальные окна для тех, кто хочет начать свое дело. Получить консультацию можно также через интернет. В социальных сетях есть специальная красная кнопка для предпринимателей. С ее помощью они могут получить ответы на все интересующие их вопросы в части ведения бизнеса. В МФЦ работает и открытые окна МФЦ для бизнеса. В 2017 году работа по снижению административных барьеров ведется в рамках реализации поручения президента Российской Федерации по 12 целевым моделям. По каждой целевой модели создана рабочая группа, работает пул экспертов, и на сегодняшний момент 10 из 12 дорожных карт экспертами оценены положительно. Меры поддержки оказываются не только крупным игрокам и инвесторам. На уровне малых и средних предприятий работает бизнес-инкубатор Курганской области и два его обособленных подразделения. Это Центр поддержки предпринимательства и Центр поддержки экспорта. Корпорация развития Зауралия сотрудничает с Федеральной корпорацией МСП. На сегодняшний день она уже выдала зауральским коммерсантам кредитов на 220 миллионов рублей, а еще четырем курганским компаниям гарантий и поручительства на сумму более 80 миллионов рублей. Василий Сысуев, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. В продолжение темы. Более 2 миллионов рублей поступит в Зауралии на развитие молодежного правительства. Соответствующее соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Курганской области было утверждено на заседании Высшего исполнительного органа региона 13 июня. Как сообщил заместитель губернатора, директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин, главная цель – стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства. В числе мероприятий – игровые, тренинговые и иные проекты, образовательные курсы и конкурсы среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет, обучение бизнесу и оказание консультативных услуг молодым предпринимателям. Также вновь планируется проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Соглашение о сотрудничестве между правительством Курганской области и Федеральным агентством по делам молодежи подписано 18 мая текущего года. Данный проект распоряжения правительства подготовлен в целях привлечения средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Курганской области, связанных с реализацией предпринимательской деятельности среди молодежи. В Заурале планируется пробурить 9 скважин. По государственной программе «Чистая вода» правительства области профинансировала работы в 7 населенных пунктах региона. Заместитель губернатора Курганской области Роман Ванюков на заседании правительства региона 13 июня сообщил об утверждении субсидий местным бюджетом на бурение разведочных и эксплуатационных скважин. В 2017 году планируется пробурить 9 разведочно-эксплуатационных скважин в 7 населенных пунктах области. Размер субсидий из областного бюджета на указанные цели составляет 3 миллиона рублей. Лимит средств областного бюджета в 2017 году распределен полностью. Проект постановления со всеми согласован. Скважины планируется пробурить в Звериноголовском, Катайском, Китовском, Лебяжевском, Макушинском, Половинском, Сафакулевском и Шумихинском районах. Ранее правительством региона также было утверждено соглашение о выделении субсидий Катайскому району 168 тысяч рублей. На эти средства оплачены работы, проведенные в прошлом году. Василий Сысуев, Илья Козлов, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство Курган.ру. С 1 августа Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видах техники будет присоединена к Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области. 13 июня на заседании регионального правительства внесены изменения в положение о департаменте. Такая реорганизация проходит с целью реализации плана мероприятий по росту доходов бюджета и оптимизации расходов. Все функции, права и обязанности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники полностью перейдут на Департамент агропромышленного комплекса. Юнармия как противовес улицы. В Курганской области нашли средства профилактики детской и подростковой преступности. Рецепт озвучили на совещании в региональном правительстве, где рассмотрели вопросы обеспечения правопорядка. Департамент образования и науки находится в постоянном поиске новых форм объединения молодежи. Те, которые существовали в советское время, сейчас неэффективны. Главная цель объединения – привлечь подрастающее поколение в свои ряды и обезопасить неокрепшие умы от негативного влияния улицы. На 1 июня 2017 года в Курганской области действует 51 зарегистрированное детское и молодежное региональное общественное объединение, 77 местных отделений всероссийских молодежных детских объединений. Для детей и молодежи, вовлеченных в работу молодежных детских общественных объединений, составляет более 30%, свыше 54 тысяч человек. В прошлом году в Заурале было создано региональное отделение российского движения школьников. Определены 18 пилотных школ, на базе которых осуществляется деятельность этого объединения. С нового учебного года в каждом муниципальном образовании будет действовать как минимум одна школа, в которой будет существовать российское движение школьников. Мы активно проводим уже деятельность в рамках РДШ, проводятся мероприятия как муниципальные, так и областные. Наши воспитанники, дети уже участвуют в сменах, вообще в мероприятиях, которые проводятся на федеральном уровне. Буквально этим летом будут направлены делегации во Всероссийский детский цирк Артек и Орленок для участия тоже в деятельности российского движения школьников. Кроме того, в Заурале продолжается активное развитие движения студенческих отрядов. На сегодняшний день их 96. Бойцами студотрядов является более 4000 человек или свыше 10% зауральских студентов. Буквально недавно на прошлой неделе было открытие третьего трудового семестра, которое произошло у нас на площадке около кинотеатра «Россия». Собственно говоря, студенты отправились к местам прохождения, так скажем, своего третьего трудового семестра. И результаты, в принципе, всегда отзывы о деятельности наших студентов самые положительные. Этим летом в Заурале будет активно проводиться форумная кампания. Молодые люди будут обмениваться опытом, презентовать проекты, которые получили региональное или федеральное финансирование. Например, за прошлый год мы приняли участие в форумах, и наши 11 проектов наших школьников одержали победу, и привлечено было свыше полутора миллионов рублей. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В прошлом году в Курганской области проведено 45 мероприятий данного направления. Ими были охвачены все зауральские школы. В этом году, буквально в июне месяце, у нас открывается второй патриотический лагерь, военно-патриотический лагерь имени четырежды героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича на базе лагеря Лазурной в Куртомышевском районе. Также в Курганской области развивается движение «Юная армия». На сегодняшний день оно включает в себя 54 отряда, в которые входят около тысячи юно-армейцев. Антон Киженков, Николай Волков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Наш эфир продолжит программу «Планета спорта», завершит рекламный блог и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Героем нашей сегодняшней передачи «Планета спорта» стали сразу два великих зауральских спортсмена. Эти люди прославляют не только Курганскую область, но и всю нашу большую спортивную державу – Российскую Федерацию. Но свой рассказ мы начнем с человека, который буквально две недели назад подтвердил свой высочайший статус на чемпионате Европы по армрестлингу, завоевав золото и серебро континентального первенства. Буквально две недели назад закончилось соревнование в городе Котовица, Польша. Был чемпионат Европы. Принимал участие там на левой руке в своей возрастной категории. Стал первым. И принимал участие в весовой категории сеньоров. Это все сильнейшие люди, начиная от мала до велика, выступают в этой категории. Там я стал второй. Подтвердил звание мастера спорта международного класса. В целом доволен, как выступил, конечно. Биться с сильнейшими людьми Европы практически на равных. Я считаю, что это здорово. Милентьев только прилетел на родную землю. Казалось бы, сейчас ему хочется отдохнуть, собраться с мыслями и силами. А нет. Все дороги ведут в зал. На тренировку. Представьте, каково было наше удивление, когда мы пришли на тренировку коллегу, а рядом с ним занимается еще одна звезда мирового спорта. Сегодня здесь в одном зале занимаются сразу два чемпиона мира. Чемпион мира по самбо Альсим Чернескулов и чемпион мира по армрестлингу Олег Милентьев. И сейчас мы посмотрим, чем подготовка самого сильного самбиста отличается от подготовки самого сильного армрестлера. Первым мастер-класс начал Альсим Чернескулов. Мы сегодня будем выполнять упражнения спец для борьбы, специализированные. И они маленько отличаются от фитнеса, от тренажеров всех. Потому что, когда я здесь прихожу заниматься, люди некоторые смотрят на меня, пытаются даже снять. Потому что они не свойственны для этого зала, как говорится. Ну и некоторым кажется, что они странные. Следующее упражнение, крайне необходимое всем самбистам, канат. Казалось бы, что тут такого? Все люди умеют забираться по веревке наверх. Но все самбисты по много часов в день поднимаются по канату вверх, развивают цепкость рук и закачивают мышцы. Канат, как бы нужна цепкость. У нас же как куртки самбо. И чтобы были сильные пальцы, выносливые руки. Поединок у нас идет 5 минут. В основном у борцов отекают, забиваются, окисляются руки. Когда после сладки уходишь, у тебя руки просто, как говорится, как батоны. Альсим родился в селе Кипель Юргомышского района Курганской области. На соревнованиях представляет другой регион, но живет и тренируется на родине. Сейчас у прославленного самбиста отпуск. Но несмотря на это, Альсим Черноскулов полностью погружен в спорт. Готовится к чемпионату мира. Сейчас идет подготовка к ноябрю в Сочи, чемпионат мира. На данный момент подготовка идет у себя на родине, как говорится. У нас сейчас мини-отпуск, где-то месяц-полтора. У меня своя подготовка, у себя на родине, Юргомыша, свежий воздух, молоко и все остальное. Ну, Альсим из тех спортсменов, которые добиваются результата. То есть человек поставил перед собой цель добиться. И он к этой цели шел. Не сказать, что легко, через спорт, через труд. Я думаю, мы гордимся им. Это наша школа, это наши тренеры. Дальше в бой вступил чемпион рестлер. Для него железо чуть ли не вся жизнь. Без тренажерного зала в этом виде спорта никак. Олег, ну какие упражнения мы сегодня будем делать специальные для армрестлинга? Самое первое упражнение – это подтягивание. Все люди понимают, как подтягиваться разными хватами. Он рестлит немножко другой вид подтягиваний. Он делается с расширителем, как в общем и другие упражнения. Второе упражнение – это жим штанги лежа. Армрестлер также очень хорошо жму штангу, потому что у них очень сильные связки. Я считаю, самое главное упражнение для армрестлера – это, конечно, упражнение для рук. То есть бицепс и плечо-лучевая мышца. Как вы уже успели заметить, два различных вида спорта, два разных комплекса упражнений. Но итог один – золото чемпионата мира. Что еще может быть круче? Олег Милентьев в свои 45 лет уже сделал для зауральского спорта как целая команда, как целая федерация. И кроме того, его авторитет растет с годами. Он является правофланговым сборной Российской Федерации на всех чемпионатах мира, Европы. Любят и уважают, и соперники боятся. Стальные мышцы не менее стальной характер. Если бьем все, то побеждаем, так и знаете. И в жилых наших не кроет продоз адреналина. Мы как стихийные бедствия, мы непокоримы. Олег – заслуженный в Заурале спортсмен. Конечно, мы все за него болеем, все переживаем. И вот его отношение именно к спорту, вообще к здоровому образу жизни, как он себя позиционирует – это пример для подражания. Ну и напоследок пару слов от чемпиона. Призыв тем, кто еще не определился с выбором вида спорта. Я хочу обратиться к подрастающим поколениям, а также к людям молодого, среднего и даже пожилого возраста. Арместинг – это такой вид спорта, которому непокорны возраста. Может быть, не бездумно просто ходить, качать мышцы, заниматься физподготовкой. Может быть, действительно, прийти к нам, в Федерация Арместинга, всегда к вашим услугам. Ждем вас. Друзья, ну вы сами все слышали. Делайте свой выбор правильно. Выбери из ста диванов свой. Вся мебель в магазинах 100 диванов. Пушкинский. Рио. Альфа-база. Бельканто. Коллекция купальников 2017. Пляжный отдых. Отпуск. Под восхищенными взглядами. Торговый центр Рио. Секция 75. Три, два, один. Старт. Точки приема рекламы выводят ваш бизнес на новую орбиту. Подайте объявление в горячую рекламу со скидкой 50%. И о вашей компании узнает весь город. Точки приема рекламы – вселенная возможностей для вашего бизнеса. Компания «Металист» продает металлопрокат, новый ИБУ, трубы, уголки, швелеры, двутавры, арматуру, листовое железо, столбики на забор. Печи, банны, буржуйки. Телефон 55 90 90. Впервые в нашем телемагазине. Надувной лежак. Идеальное решение для любителей активного отдыха и выездов на природу. Удобный, практичный, эргономичный. Прост в использовании и не требует много места для хранения. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Надувной лежак. Всего за 2499 рублей. «Хочу кухню! Хочу кухню! Хочу кухню!» Интернет-магазин «Столблит» представляет. Акция «Хочу кухню». Только до 31 июля. Сделайте любой заказ и станьте участником розыгрыша новой кухни. «Столблит». Желания становятся ближе. Этим летом захватывающие приключения ждут тебя. Журнал «Телефель» объявляет семейную интерактивную игру «Сокровища старого парка». Ищи на страницах специальные указания. Играй! 24 июня в 11 часов в Центральном парке культуры и отдыха состоится финал игры с поисками сокровищ. Подробности в журнале «Телефель». Недетская арифметика молодой семьи. Одноразовые подгузники. 990 рублей в месяц. 12 месяцев на 3 года. Многоразовые подгузники «Конопуша». Сократить эти траты в 10 раз. «Конопуша». Экономично. Экологично. Спрашивайте в сетях аптек «Курган Фармация» и «Главаптека». Компания «Боконедвижимость» предлагает новые квартиры в добром доме. Кирпичный дом. Индивидуальные планировки. Центр города. Прекрасные виды на городской пейзаж. Дом введен в эксплуатацию. Пришло время покупать. Позвоните нашим специалистам по телефону 55 99 00. Мы поможем вам выбрать квартиру, оформить ипотеку или использовать для покупки материнский капитал или жилищный сертификат. Звоните в 55 99 00. Открытый городской турнир по дворовому футболу. Регистрация уже началась. Собирай команду. Подавай заявку на участие. Участвуй и побеждай. Это будет серьезная игра. Регистрация команд проводится по адресу Куйбышева 36, офис 308. Курганский хлебный квас Леванглер Левайс. Улица Красина, 43. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Партнер прогноза погоды фирма Зауральские напитки. В жару и летний зной для вас натуральный хлебный квас. Магазин джинсовой одежды Леванглер Левайс объявляет акцию скидка на вторую вещь 25%. Только до конца недели скидка 25%. Леванглер Левайс. Улица Красина, 43. А теперь о прогнозе синоптиков. В предстоящую среду большая часть Зауралия будет находиться в области повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и не по сезону теплой погоды при температурном режиме на 5-7 градусов выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 23-25, в Тюмени плюс 24-26, в Челябинске плюс 25-27 без существенных осадков. В Кургане переменная облачность без осадков, возможен туман, ветер южный, слабый, температура воздуха плюс 11-13. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 26-28. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров артутного столба. 14 июня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова